В стране появится третья форма национальной валюты – цифровой тенге. Его презентовали в Национальном банке и рассказали о ходе тестирования. Эксперты уже назвали механизм панацея от коррупции и хищения бюджетных средств. Сообщается, что уже к концу года цифровой тенге может стать доступным для казахстанцев. Екатерина Белоусова разбиралась в преимуществах и недостатках нового способа платежа. Цифровой тенге – ответ требованием времени и, по сути, адаптация национальной платежной системы к новым внешним вызовам. Если проводить аналогию с криптовалютой, то они очень похожи, особенно в части транзакций. Однако цифровой тенге гораздо больше защищен от колебаний стоимости, да и вообще обеспечен всеми активами государства и золотовалютным резервом. Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством. Цена его равна курсу тенге. Экономисты уверены, что это поможет положить конец хищению бюджетных средств, ведь все финансовые операции станут до невозможности прозрачными. Мы сократим две вещи – теневую экономику, собираем с налогов 100%, будет таможенных платежей, всего. И также коррупция, те же различные хищения, злоупотребления тоже искренне. Соответственно, сократится госаппарат, это правоохранительные органы, суды меньше не будет. Пока есть лазейка наличного обращения, там могут все равно какие-то злоупотребления, где-то вывод, чтобы не платить налоги. Однако для того, чтобы механизм заработал, эксперты считают, что необходимо создать свою, независимую от других государств, платежную систему, как, например, в США или Китае, и как следует защититься от хакерских атак. К тому же нужен и повсеместный скоростной интернет. Но есть и недоработки, как, например, приумножить средства с помощью цифрового тенге будет невозможно. И это эксперты считают большим упущением. Ведь это означает, что цифровые деньги не защищены от инфляции. По цифровому тенге ожидается, что не будут начисляться проценты. То есть это означает, что цифровой тенге, как в отличие, условно, тех же электронных денег, или денег, которые вы храните в банке, по которым начисляются, условно, проценты в депозите, то в случае цифровой тенге такого не будет. Все еще непонятно, какой эффект будет на денежную кредитную политику, на денежную массу. С этой точки зрения, конечно, еще очень много есть вопросов, которые нужно дорабатывать, понять для себя. В первую очередь это Национальный банк. Цифровой тенге в первую очередь будут применять в государственных структурах. И он может стать доступным некоторым казахстанцам уже к концу года. Цифровыми деньгами можно будет получать ряд социальных выплат. В Национальный банке также рассказали, что ими можно будет расплачиваться даже без интернет-соединения. И что цифровой тенге не будет заменять наличные или безналичные деньги. Это средство расчетов будет использоваться параллельно с ними. Екатерина Белоусова, Информбюро, Петропавловск.